Алексей Таганцев Алексей Таганцев опубликовал множество миксов, а также был абсолютным чемпионом в категории Rhythm & Plus по результату Международного чемпионата диджейского мастерства в 2004 году. Диджей Дли плотно сотрудничал с группой Legalize. Большую часть карьеры Алексей Таганцев проводил, играя музыку в клубах, хотя и не считал их основным местом работы. Музыкант не ограничивался одной Москвой, он регулярно посещал города России и зарубежья, выдавая не один десяток выступлений в год. Параллельно Алексей продюсировал молодых музыкантов, например, группу «Банда» и хип-хоп-исполнителя Тимати. Диджей Дли не только спродюсировал его дебютный альбом Black Star, но и снялся в клипе в клубе, благодаря чему стал известен широкой публике. 12 июля 2009 года Алексея Таганцева не стало. Ему было всего 34 года. Причиной смерти диджея Дли стало ДТП. Алексей Таганцев покоится в Смоленской области. Олег Яковлев был солистом группы «Иванушки Интернешнл» с 1998 по 2013 год. Далее исполнитель выступал сольно с песнями группы и готовил собственную программу. В этот момент группа была на пике славы. Выходили такие хиты, как «Реви», «Безнадега.ру», «Билетик в кино» и другие. Сольная карьера Олега Яковлева не имела особого успеха. 29 июня 2017 года певца не стало. Ему было 47 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. 28 июня 2017 года Олег Яковлев попал в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония», вызванная циррозом печени. Тело музыканта было кремировано, а прах захоронен на 40-й день после смерти на Троекуровском кладбище. Ратмир Шишков был участником четвертого сезона проекта «Фабрика звезд», а затем на шоу образовалась группа «Банда», в состав которой входили Тимати, Настя Кочеткова, Доминик Джокер и Ратмир Шишков. Группа пользовалась популярностью в нулевых, особенно после выхода хита «Плачут небеса». Группа «Банда» распалась после того, как Ратмир Шишков ушел из жизни. Его не стало 22 марта 2007 года. Ратмиру Шишкову было всего 19 лет. До своего 20-го дня рождения он не дожил чуть больше месяца. В день смерти Ратмира Шишкова у него родилась дочь. Музыкант похоронен на Колетниковском кладбище. Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, был одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей России. В 2000 году вышли такие хиты, как «Слезы» и «Вечеринка у Децла». В 2001 году вышла композиция «Письмо», которая еще больше прославила Кирилла Толмацкого. В этом же 2001 году Децл получил премию «Золотой граммофон» за песню «Письмо», которую он исполнил совместно с Марусей. 3 февраля 2019 года Кирилл Толмацкий ушел из жизни, находясь на концерте в Ижевске. Рэпер умер от остановки сердца еще до приезда скорой помощи. Децлу было 35 лет. Он покоится в Москве на Пятницком кладбище. Жанна Фриске была солисткой группы «Блестящие» с 1996 по 2003 год. После началась ее довольно успешная сольная карьера, которая продлилась 10 лет. За это время Жанна Фриске выпустила большое количество хитов, среди которых «Где-то летом», «Я была», «Пилот», «А на море белый песок», «Портофина» и другие. Помимо этого Жанна Фриске часто снималась в кино. Она сыграла главную роль в фильмах «Ночной» и «Дневной дозор», а также появилась в лентах «Кто я?», «О чем говорят мужчины» и в других. В 2014 году стало известно, что Жанна Фриске тяжело больна раком. Она проходила длительное лечение, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Певица покинула этот мир 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. На сегодня все. Продолжение выйдет завтра на моем канале. Рекомендую вам подписаться, чтобы ничего не пропустить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!